День с толком На рентген или в храм? Почему барнаулицы не могут попасть на компьютерную томографию легких даже за деньги? Дайте воздух! Осенизаторы сливают жидкие бытовые отходы в городском лесу. Без массовых скоплений, но в масках. Как отпраздновали День учителя? Причины вспышки заболеваемости коронавирусом в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи будут выяснены в ходе эпидемиологического расследования. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции сообщили представители регионального Роспотребнадзора. То, что послужило вот такому распространению среди персонала случаев ковид, что это был либо занос из домашних очагов, либо это занос с пациентами, либо распространение внутри, мы скажем по итогам эпидемиологического расследования немножко похоже. Будут ли вновь сокращать оказание плановой медицинской помощи в регионе вопрос, который интересует сейчас многих. Главный инфекционист края Валерий Шевченко уверен, что больные, которые реально могут подождать два или три месяца, должны смириться и набраться терпения. Тем же, кто без экстренной помощи не обойдется, ее в любом случае окажут. Здесь надо четко понимать и как бы расставить акценты, что само обсуждение ограничения или свертывания плановой помощи, это не есть какая-то катастрофа и заведомо ущерб здоровью населению. Если ничего не поменять и оставить плановую помощь в том же режиме, в тех же объемах, как это, допустим, позволила ситуация сделать во второй половине лета, то мы, опять же, должны понимать, что таким образом мы подвергаем население с факторами риска дополнительной угрозе инфицирования. Между тем, о введении новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса речи пока не идет. Все будет зависеть от развития ситуации, сообщили участники пресс-конференции. А массовая вакцинация от коронавируса, скорее всего, начнется в первом квартале 2021 года. Именно тогда в регион должна поступить большая партия вакцины. А теперь к статистике сегодняшнего дня. Шесть человек за сутки скончались от коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 104 новых случая заражения. Таким образом, за весь период пандемии ковида в крае заболели 14 334 человека. По-прежнему много людей находятся в тяжелом состоянии. Их 296. На аппаратах искусственной вентиляции легких 77 человек. На сегодняшний день в регионе развернуто более 3000 коек для больных коронавирусом. Свободных мест 366. А между тем, жители Барнаула возмущены. Они не могут попасть на бесплатную компьютерную томографию легких в диагностический центр. КТ-исследование недоступно и платно. Какая альтернатива, расскажет Валентина Аскерова. Сегодня в телеграм-каналах наша коллега, журналист, который уже несколько дней чувствует себя крайне тяжело, распространила такое обращение. Попасть на КТ теперь со вчерашнего дня вышел приказ Минздрава. И теперь на КТ увозят только лица старше 65 лет с усложненным течением и с ненасыщением кислорода. Всех остальных отправляют в поликлинику, где делают рентген. В пресс-службе Минздрава в свою очередь подтвердили, что КТ-исследование теперь проводят только людям 65+, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. КТ – это метод, наверное, приоритетный, но не единственно возможный. Вот те методы, которые мы в своей рутинной практике, можно так сказать, используем многие годы, такие как флюорография легких, как рентгенологическое исследование легких, оно не должно нам исписываться со счетов. Мы прекрасно знаем, что вирусную пневмонию рентген может и не видеть. Очень много таких случаев. В общем, с температурой нужно отстоять вот такую плевую очередь. Девятая, третья, четырнадцатая поликлиника. Километровые очереди за направлением на рентген и больничный с самого утра практически во всех поликлиниках города. Люди не могут достучаться до здравоохранения, жалуются в социальных сетях. Такой колоссальной нагрузки не выдерживают и сами медики. Так, сегодня стало известно, что в минувшую пятницу покинул пост главный врач 14-й поликлиники Барнаула Дмитрий Додонов. Некоторые СМИ утверждают, что причина ухода – конфликт с Минздравом. Нам врач разъяснять подробно ситуацию отказался, но подтвердил, что сейчас приходится работать в крайне непростых условиях. Кроме того, что он сейчас влечит в формате, пациенты, которые тяжело болеют, уже готовы платно спасать себе жизнь. Идти в частные клиники на КТ-исследования. Но и там по факту отказ с температурой не принимают. Подскажите, пожалуйста, а можно пройти у вас КТ легких? Известно, что в ближайшие дни в Барнауле должны появиться еще два дополнителя КТ-аппарата в 12-й и 4-й городских больницах. На этой же неделе в край придут дополнительные машины скорой помощи для усиления экстренной службы. Пока же отчаявшиеся пациенты должны каким-то образом, непонятными путями добиваться диагностики и госпитализации. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае дефицит противовирусных препаратов. Спрос на них и цена, как и по всей России, выросли многократно. Какие лекарства самые востребованные и когда они вновь появятся на полках аптек, выясняла Ирина Корчагина. На данный момент у нас есть Кагоцелл, Ингавирин, Тиларон или Амиксин. Орбидола нет. Уже пару недель в аптеках это самый желанный товар. Такая ситуация не только в регионе, по всей стране. Эксперты говорят, спрос превысил предложение. В этой аптеке, например, по сравнению с прошлым годом, цены на противовирусные выросли на 10%. В том числе и на орбидол. Ждем, может быть, завтра получим, послезавтра. Ну, получили мы вот, когда 4-20 штучек ушло за, наверное, за 3 часа. В прошлом году как-то вот не было вот такой эпидемии, даже того же гриппа. И препараты шли, не пользовались таким спросом. Оно и понятно. Из-за критической ситуации в ковидных госпиталях края люди вынуждены заниматься самолечением дома. Врачи прописывают орбидол, а их нет. Сами уже выбираем. Вы в нескольких аптеках искали? Да нет, я сама просто работаю в аптеке. Сама себе и беру. И даже сами себе не смогли орбидол выписать, получается? Ну, нет. Мы решили сами проверить, есть ли дефицит препарата в аптеках. Спойлер, лучше не болеть. У вас орбидол есть? Нет, только с успензия детская. Орбидол есть у вас? Нет. Орбидола нет, его нигде нет. Нет, орбидола нет по городу. Орбидола нет. А ингавирин? Орбидола нет нигде. А ингавирин есть? Ингавирин есть. Он стоит 723 рубля. Пока трудно найти и фавипировир. Минздрав официально рекомендовал его для лечения ковид-19. В Барнауле таблетки появились в свободной продаже, но пока всего пара упаковок на весь город. Цена как раз почти соответствует МРОД. В этой аптеке его даже не стали заказывать. Говорят, рискованно. Вдруг не раскупят. И здесь же нам сказали, что на курс лечения одной упаковки будет мало. Нужно три. В деньгах это почти 40 тысяч рублей. Есть и хорошая новость. Новым препаратом лечат бесплатно в ковидных госпиталях края. Но туда еще надо попасть, конечно. Я лично сегодня разговаривал с рядом главных врачей. В госпиталях дефицит этого препарата нет. За счет средств МИС поставляется данное лекарство. И показана высокая эффективность. Что касается орбидола, эксперты считают, что в ближайшее время проблема с поставками будет решена. К тому же врачи выписывают и другие препараты от коронавируса, ОРВИ, гриппа. Их еще пока можно купить в аптеках города. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. От 20 до 250 тысяч рублей могут получить малоимущие граждане и их семьи в рамках такой формы поддержки, как социальный контракт. Ранее программа была экспериментальной. В этом году она действует уже в 21 регионе страны, в том числе и в Алтайском крае. Возможность заключить контракт с органами социальной защиты могут семьи, либо отдельные граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума. По контракту можно получить поддержку в пяти направлениях. Поиск работы, переобучение, помощь в открытии собственного дела, введение подсобного хозяйства, а также иные нужды. В этом году в крае заключено 2333 социальных контракта, из них большая часть на поиск работы. Сейчас, как сообщили в Министерстве социальной защиты края, формируется реестр тех, с кем контракты планируют заключить уже в 2021 году. Сложно ли это сделать, расскажем в ближайших выпусках. Сначала ждали отопления, теперь дорогу. Жители улицы в центре города негодуют. После ремонта теплосетей им невозможно пройти к своим домам. Когда устранять последствия и насколько оправданы возмущения людей в сюжете Марии Микшуты. Начали замерзать от того и стали писать в соцсети на отсутствие тепла в домах. Еще в августе на проезде Огородной начали подготовку к отопительному сезону, однако завершить срок не успели. Тепло запустили лишь в начале октября, чему несказанно обрадовали жильцы. Но вместе с комфортом внутри помещений появился дискомфорт снаружи. Тепло есть, хоть и слабенькое. Вот участок, где проводили ремонт теплосетей, так и остался полосой препятствий для местных. А так обычно, если иду я, я иду до Еврофасада в бахилах, там переодеваюсь, вернее снимаю бахилы и иду дальше. Как правило, проходили там, где трубы лежат сейчас, ну а потом там вообще не пройти будет. Вот еще машины, ну а если, допустим, сейчас дальше, больше она грязь, это будет скорая элементарно проехать. К нам сюда скоро откажутся машины приезжать. Примечательно, что как только мы сняли раскуроченную коммунальщиками дорогу, с пожеланиями прокомментировать сроки ее ремонта, тут же отозвались городские чиновники. Они заверили на, что совсем скоро местные жители не будут испытывать никаких неудобств. Там работы заканчиваются, ближайшие дни закончатся, все там благоустроят на место. В мэрии также подчеркнули, после ремонта дороги батареи станут теплее. Хочется надеяться, что реакция ответственных лиц будет впредь такой же быстрой. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком. В Барнауле осенизаторские машины избавляются от жидких бытовых отходов в городском лесу. Машины идут туда сплошным потоком. Тему продолжит София Яценко. По привычному маршруту и точно к цели. Полный осенизатор жидких бытовых отходов снова едет сливаться. Опустошает его вблизи канатного проезда прямо в лесу. Местные жители бьют тревогу. Дышать нечем. С утра и до позднего вечера. И каждый день. Вот они там сейчас слились. Потом по всем этим канализациям пошел по всем домам запах. И даже по улице будешь ехать мимо. Запах, 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 запах. Ну, это разве можно? 21 век. Сколько приезжает цистерн в день, сосчитать сложно. Только за время нашей съемки их было порядка пяти. Слились и смылись. Испугавшись камеры, разнервничались так, что даже забуксовали. Просто можно идти по колее. И это все можно увидеть. Кто где сливается. Весь след загажен вообще. Все загажено. Вот вы чувствуете, вот уже запах пошел. Это то есть еще одно место, где сливают? Да, это вот оно еще одно место. Вот только что, пожалуйста, сликать, вот оно. Вот колодец тоже. Незаконно сливать жидкие бытовые отходы сюда приезжают регулярно. Но, видимо, увидев нашу съемочную группу, те, кто уже успел попасть в объектив камеры, сообщили своим коллегам. Вот уже полчаса никого. Однако, спустя несколько минут одного из причастных мы все же увидели. Но комментировать происходящее он отказался. Ну, я у вас спрошу. Вон там видит, спросите у кого-нибудь. А где там? Сейчас там никого же нет. Ну, уберите от меня, пожалуйста. Нет, вы скажите... Я не хочу ругаться. Я с вами не ругаюсь. Я просто задаю вам вопрос. Я гуляю, хожу по лесу, видите, нет? Скажи вот так, по телевизору, так хорошо. По словам специалиста, такие действия – экологическое преступление, за которое нарушители должны привлечь к уголовной ответственности. Помимо неприятного запаха, такие сливы грозят распространением особо опасных инфекций, например, коронавируса. Он распространяется, как и все вирусы, где угодно. При этом точная совершенно диагностика, болеет человек или нет, может быть сделана по его фекалиям. То есть, кроме стандартного загрязнения окружающей среды при таком нарушении, при таком преступлении, мы еще имеем и, соответственно, вирусную опасность. За объяснениями о том, почему в зеленой зоне недалеко от жилого сектора допускают слив фекалий, как давно это происходит и когда закончится, мы обратились в Барнаульский водоканал. Будем надеяться на скорый ответ. София Яценко, Николай Шилко, День с толком. Сегодня больше чем у 20 тысяч жителей края профессиональный праздник – День Учителя. В этом году он проходит совсем нетрадиционно, без массовых торжеств и церемоний награждения, но все же без локальных мероприятий не обошлось. Так, накануне в Краевой столице открыли обновленную доску почета учительской славы Барнаула, а в Новоалтайский – памятник, посвященный педагогам-фронтовикам. Скульптурную композицию установили во дворе одного из лицеев. Алтайский педуниверситет, как профильный вуз, подготовил для учителей праздничный концерт, правда, в формате онлайн. Транслирует мероприятия через социальные сети. Этот день позволяет нам увидеть новое всегда во всем и старые форматы перетрансформировать. Поэтому сегодня наше мероприятие состоится в виде прямого эфира онлайн-трансляции, где наши творческие коллективы студентов педагогического университета поздравят педагогов и учителей с этим замечательным днем. Завтра в педагогическом откроется фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне». В экспозиции будут представлены истории подвигов известных учителей и неизвестных до этого времени имен. Оторванная кисть руки, разбросанные по полу ритуальные цветы. Нет, это не декорации к фильму ужасов, а работы выставки молодых художников «Собрание 8». В галерее Республика Изопа бывала моя коллега Елена Кузовкина и готова поделиться впечатлениями. Что такое современное творчество? Многие думают, это что-то эпатажное, противоречивое. Тогда зритель вправе спросить, при чем тут лисичка-сестричка или огромный бурый медведь на фоне яркого пламени? Или пейзажи в самом что ни на есть классическом исполнении? Портреты очень известных людей искусства? Кстати, именно эти парадные работы и дают начало экспозиции. Если первый художник знает, кого рисует, зачем рисует и почему это делает, то есть это такой патриотически правильный государственный проект, то те художники как раз от своего неумения, знания и непонимания, что надо рисовать, берут популярную звезду и срисовывают с фотографии. И вот это противопоставление как раз ради того, чтобы человек задумался, зачем он нарисовал там Аджелину Джоли. Тут ты понимаешь задумку куратора проекта. Вадим Климов проводит уже восьмую выставку молодых художников и умышленно не делает строгого отбора. Предлагает авторам представить, что называется, лучшее, чтобы они могли посмотреть, как выглядят на фоне других. Я сейчас нахожусь на фоне довольно спорной композиции. Автор этой работы взял искусственные цветы, оторвал от них бутоны и создал вот такую вот фотозону. Эта инсталляция называется «Ритуальные цветы». Кажется, автор особо над названием не задумывался. А между тем, именно эта композиция стала основополагающей при формировании экспозиции в данном зале. По словам комиссара галереи, здесь жизнь и смерть. Здесь же висят работы Кирилла Батаева. Парню 20 лет считают самое время для арт-политпопа. По его мнению, это современно, актуально и злободневно. Прогулялся по улице, увидел, что когда стаят сугробы, у нас подснежники выскакивают, зеленые бутылочки. Мне захотелось это сфотографировать. Но я отснял в классическом виде фотографии, они у меня только лежали, потом понял, что в целом из этого можно собрать калаш. Актуальные злободневные работы Анны Полторыхиной, несмотря на то, что выполнены они в древнейшей технике. В Красноярском институте искусств девушка владела всеми видами печатной графики. В своем творчестве используют ксилографию. Это гравюра по дереву. Изображает в основном отношения между людьми. Они у меня еще заперты в пространстве, что у них нет воздуха вокруг них. И когда появились ограничения, и люди оказались замкнуты, я такая смотрю на работу. И да, очень актуально. У этой выставки не было официального открытия. Периодически комиссар галереи проводит здесь экскурсии, не скрывая, что некоторые работы считают безвкусными, а некоторые достойны похвалы. И она, по традиции, будет. Закроется выставка 15 ноября. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. А спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.